Ласкутное шитье Сегодня у нас с вами вторник, очередной эфир 462 И сегодня речь пойдет о ласкутных жилетках Почему? Ну, во-первых, приближается осень Мы начинаем утеплять себя и своих близких Ну и, конечно, прекрасный повод утеплиться Это шить красивую ласкутную жилеточку Итак, история вопроса Первое Ласкутные жилетки я шью с 2015 года Вот самая первая ласкутная жилетка, которую я шила Если честно, с носа ей нет Я периодически шью Говорю себе, пора уже заменить жилетку Шью себе каждый раз новую жилетку Но почему-то каждую новую жилетку у меня покупают Вот сразу буквально с рук Ну, поэтому приходится носить вот эту жилетку Не знаю, как сушить за себя вот этой Ну, давайте перейдем к вопросу Как сшить жилетку? Итак, начнем по порядку Ну, во-первых, ласкутная жилетка Кому шить и с чем носить? Ну, шить, конечно, себе любимой Шить дочерям, внучкам, племянницам, подругам, хорошим знакомым Шить на заказ и на продажу В этом нет ничего совершенно плохого Почему? Ласкутная жилетка – вещь очень многофункциональная Вы можете носить ее с футболкой Вы можете носить ее с тонким свитером Вы можете носить ее со свитером лапшой С высоким бортом, когда станет холодно Что касается комплектации Вы можете носить ее с юбкой Вы можете носить жилетку с брюками Легко носить жилетку с джинсами Можно носить жилетку поверх, допустим, шерстяного платья Или какого-то трикотажного платья Можно носить жилетку поверх платья из легкой ткани, извините. Можно носить даже жилетку поверх куртки, то есть если вы сошьете жилетку более крупного размера. И тогда может быть достаточно однотонная серая, коричневая, темно-синяя куртка с жилеткой. Поверх просто заиграет, вы станете просто неотразимы. То есть жилетка очень многофункциональная вещь. Далее состав. Из чего жилетку шить? Давайте разберем подробно. Первое. Лоскутный верх делайте, пожалуйста, из тканей для петчверка. То есть это хлопковые ткани, 100%. Они не выгорают, не линяют, не подвержены какой-то там деформации. Ну вот наглядный пример я вам уже показывала. Жилетке, я извиняюсь, 7 лет. Она до сих пор жва и потеряла своего цвета. По поводу утеплителя. Смотрите. Можно использовать старую флисовую кофту. Вот, пожалуйста, версия. Можно использовать термостежку. Вот. Вот эта термостежечка на синтепоне. Ну, это был тот момент, когда особо мне нечего было использовать. Можно использовать термостежку на поликатоне. Но я сейчас вам хочу показать материал, который продается еще пока в наших магазинах. Это немецкий фризелин фирмы Фройденберг. Называется он HH, ну, HH по-немецки, да, 650. HH – это значит двусторонний клеевой. Смотрите. Вот клей с этой стороны, вот такие пупырышки, видите? И с этой стороны клей. И здесь тоненькая прослойка из полиэстера. Он достаточно хорошо держит тепло. Почему эта подкладка удобна? Потому что вы эту подкладочку, сейчас я вам прямо покажу на кусочке. Вот видите, вы ее сплавляете с подкладкой. Подкладка у нас с вами может быть из вискозы, из штапеля. Может быть, из шелка. Может быть, даже из любого другого материала. Ну, какой вам угодно. Ну, шелк просто быстрее затрется. А вот вискоза, вот эта вискоза из магазина Лены Власовой, я у нее покупала. Вот это просто хубы. То есть вы сплавляете лоскутный верх и низ. И потом вы достаточно легко, вручную или на машинке, сейчас об этом поговорим, можете это пристегать. Так, теперь по порядку сборки. Выкройка. Где взять выкройку жилетки? Жилет традиционно в портновском искусстве считается самым сложным изделием, потому что он должен хорошо к вам прилегать, хорошо сидеть. Случай первый. Заказать выкройку у профессионального мастера-закройщика. Наверняка, даже если вы не в Москве, не в Питере, где-то в вашем городе есть ателье. Можно просто туда пойти или найти мастера-закройщика. Их сейчас достаточно много, их можно найти в интернете. И просто заказать так называемую плечевую выкройку для жилета, чтобы мастер под вашу фигуру вам подстроил эту выкройку. Касательно фигур. Вот сейчас будет ссылочка на книжку Брэдли Брэйя. Быт неотразимый. Это модельер, который шьет для американских звезд красной ковровой дорожки. Книжка вышла примерно в 2010 году. Возможно, вы найдете ее на Озоне или где-то в книжных магазинах. И это не книжка о том, как девочкам нравится мальчикам. Это книжка о том, как, что с чем сочетать, как носить и какие вещи вам идут. Я вам очень рекомендую найти, заказать, приобрести эту книгу, потому что она безмерно расширит ваше понятие о том, как можно красиво и стильно одеваться. Ну, итак, возвращаемся к основной мысли. Становились на том, что выкройку вы можете заказать у профессионального мастера. Конечно же, сам с усам иногда вы можете шить самостоятельно. Вот книжка по шитью или журнал Бурда, вы оттуда берете выкройку и подгоняете по себе. Ну, то есть, в принципе, я знаю, что женщины у нас рукастые, вообще феноменально способные, талантливые. Поэтому, в принципе, вы можете составить себе плечевую выкройку самостоятельно. Но плечевую выкройку составлять достаточно сложно. И если вы одна, то есть, если у вас нет помощницы, то подгонять ее будет по себе достаточно тяжело. Есть еще один вариант развития событий. Вы берете какую-то свою старую носибельную вещь, ну, например, там какой-нибудь блузок, да, допустим, блузочку. У ней тут есть и выточки, и тут и крой специальный, как-то вот такое все, да. И можете просто распоров свою старую вещь, которая на вас хорошо сидит, сделать выкройку жилетки по ней. Это тоже вариант допустимый, хороший и такой пригодный. То есть, вот, три варианта. Профессиональный мастер, сама и старая вещь. Это про выкройку. Теперь про лоскутный верх. Вы можете сказать, ладно, ты что нам рассказываешь вообще, как тут это самое? Нас интересует вот как кризис шить. Ну, во-первых, лоскутную жилетку вы можете сделать в технике кризис. Сейчас объясню, как и чего в этом экстремального нет. Второе. Лоскутную жилетку вы можете шить из полос. То есть, вот это кромки, как вы можете шить таким образом. Лоскутную жилетку вы можете шить в технике акварель. Вот, допустим, набрана из квадратиков. Вот такая вот. Это будет просто фантазийная жилетка. Ну, небольшой такой совет. Располагайте по диагонали квадратики акварели. Так будет красиво. И вот, в частности, моя коллега Марина Тулубова, это мастер лоскутного шитья из Иваново, она в Коломнии на фестивале лоскутного шитья давала специальный мастер-класс, как шить жилетку из квадратиков. Тоже было очень интересно. Я на нем много присутствовала. И еще версия, что вы можете шить жилетку просто из цельной ткани. Вот, чья-то бумажная. То есть, вот она склеена. То есть, можете просто взять красивую ткань. Это тоже вариант развития событий. И вот в этой жилетке, посмотрите, на боках, где мне не нужно сильно много рисунка, вот как раз вот эта версия просто ткани, да, она реализована. Ну, и теперь, что касается крейзи. То есть, как шить крейзи. Давайте посмотрим детально. Смотрите, есть у меня очень много эфиров по созданию крейзи. Что мы с вами делаем? Мы с вами первое, вот смотрите, вот сюда, вот на этот вот квадратик. Мы с вами первое. Делаем центральный треугольник. Вот он. В этом центральном треугольнике, если вы хотите шить крейзи розу, ну, вот, допустим, да, пожалуйста, вам пример. В центре всегда белая точка. Она будет центром композиции, а сам центр, он темненький. Вот такой вот. Следующий слой тупоугольных треугольников, который вы накручиваете, это слой ярких, оранжевых, коралловых, ну, то есть, ярких достаточно тканей. Вот такой. После этого вы накручиваете слой тканей потемнее, вот они, посмотрите, да, либо темно-зеленых, либо тканей каких-то, ну, может быть, таких темно-бурых каких-то, вот, потому что бурые – это серые, разбавленные красные. И следующий слой у вас снова красные треугольнички, тупоугольные, девочки, тупоугольные треугольные. Вот такая версия развития событий, посмотрите. И после этого, больше здесь не надо, вы эти слои обшиваете до состояния квадрата треугольничками фоновой ткани. Для фоновой ткани у меня служит вот такая вот буренькая ткань, вот такая, вот такая серенькая ткань. Дальше вы эти квадратики стыкуете, что? В полоску. Вот так. И полоски, вот они располагаются, смотрите, по диагонали. Но это мы сейчас с вами видим, потому что мы разбираем структуру. А когда человек смотрит на жилетку, он эту структуру, ну, в явном виде не видит. Кажется, что вот просто собрано так красиво. Вот полоска собрана. Видите, два квадратика. Вот полоска собрана. Раз, два, три, четыре квадратика. Видите? Вот полоска собрана. Раз, два, три, четыре квадратика. И вот полоска собрана. Раз, два квадратика. Это полосы, сшиты квадраты между собой. Внутри квадрата находится кризи. Вам скажу, что Крейзи мы проходим в восьмом модуле курса «Ремесло». Это курс уже средней школы. И по Крейзи есть очень много эфиров здесь на Ютубе. Чтобы посмотреть лоскутный эфир из Крейзи, вам достаточно набрать в поисковой строке Ютуба «Лоскутный эфир» и дальше слово «Крейзи». И там 5-6 эфиров, как шить Крейзи, вам совершенно спокойно выводится. Так, структура. Из каких деталей у нас состоит жилетка? Смотрите, в свое время я сделала выкрику жилетки. И детальки вот этой жилетки, их всего 4. Перед спинкой, два бока. Я вырезала из ткани. Вот. Видите, да? Сейчас какую жилетку я не шью. Я беру вот эти вырезочки семилетней давности. И что я вырезаю? Смотрите, мы с вами создаем спинку. Спинка может быть из двух частей состоять, а может быть цельнокроеная спиночка. Вот такая. Это зависит от особенностей вашего телосложения. Ну, сразу скажу, что в жилетке все-таки цельнокроеная спинка удобнее. Ну, вот поскольку у некоторых вот сзади такой лордоз, прогиб в пояснице, то иногда имеет смысл вот так вот сделать выточку по спинке. Но это уже особенности и детали кроя. Итак, спинка и полочки. Вот они, да? Мы делаем с вами наборными, то есть цветными. А бока, вот эти вот, вот эти вот бока, вот они, да? Посмотрите. Я сделала из, ну, я не скажу, что это однотонная ткань, но из цельных лоскутов ткани. Почему? Потому что у нас действует с вами принцип контраста. То есть наша с вами работа в крызе, да? Она гораздо эффектнее, контрастнее смотрится на чем-то однотонном. Ну, в данном случае, в нутоку. И обратите, пожалуйста, внимание на окантовку. То есть у меня окантовка двух типов. Вот у меня есть внутренняя окантовочка, на которой держится планка, вот эта вот застежка. Она более спокойная, а вот эта внешняя окантовка, здесь достаточно такая интересная, я бы даже сказала, агрессивная такая ткань. Ну, и обратите внимание, что она, конечно, скроена по косой. Поскольку жилетка у нас, изделие, которое мы носим, то есть вся окантовка вырезается по косой. Следующий момент. У нас всего четыре детали. И вот эти четыре детали мы с вами вырезаем из какой-нибудь ткани. Ну, в данном случае, вот из старого пододеяльника, из бязи сделана. И эти детали я сшила и подогнала по себе. Посмотрите, вот прямо следы от того, что вот я сшивала, все было распорнуто и подогнуло. Первое. Я подогнала это по себе. Далее. Вот из этих вот деталюшек я делаю так называемую вырубку. Что такое вырубка? Я кладу на ткань и не точно, а примерно, с припуском примерно сантиметр, вот так эту деталь вырезаю. И после этого мы эту деталь с вами спаиваем с... Вот деталька, допустим, у нас вырезана, да? С подкладом и с внутренним наполнителем. Вот в данном случае у меня клеевой наполнитель. И склеивается он следующим образом. Вы совмещаете наполнитель и верхнюю часть, ставите утюг и считаете до пяти. Следующим образом. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и, пять, и. Сухой утюг без пара. Переворачиваете и точно так же склеиваете с обратной стороны. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и, пять, и. Все. У вас все склеилось. Вот теперь это уже готовая такая заготовка, с которой вы можете работать дальше. Это последующее действие зависит от того, как вы предполагаете стягать ваше изделие. Есть две версии развития событий. Первая. Вы делаете машинную стежку. Свободно-ходовую машинную стежку. Делается она достаточно быстро. Вы можете стягать мозгами, можете стягать любым другим способом. Вот видите, здесь на спинке применены два способа стежки. Вверх, где кризи мозгами, там, где более такой рисунок риски. Здесь просто простегано по рисунку. В этом случае вы стягаете на стадии вырубки. То есть, вот когда вы вырезали, в этот момент вы стягаете машинной стежкой. Но, знаете, когда мастер как бы движется к мастерству, он все более и более тяготеет к ручной работе. Очень часто многие из вас хотят сделать стежку вручную. Стежка вручную, во-первых, можно делать ее где угодно, хоть на даче, хоть дома. Швейная машинка при этом не нужна. А во-вторых, вы знаете, изделие становится более мягким. Оно более элегантно сидит. Вот, допустим, бока. Вот, посмотрите. Вот боковые части и переднюю часть. Я постегала руками. Как это делается? Очень просто. После склейки вырезаете деталь уже точно по рисунку. После этого у вас вот такой сэндвич. Ну, то есть, вот такой, да. И вы просто с изнаночной стороны мелком или там смываемым карандашом прорисовываете линии стежки. И по этим линиям стежки, вот обычным путем, швом вперед иголку, мелко-мелко, с шагом примерно сантиметр-полтора. Ну, это как вам удобно. Простегивайте. Я вас уверяю, держаться будет и держаться будет прекрасно. Вот такой момент стежки. После того, как мы с вами простигали вот эти детали, нам надо сделать окантовку внутренних швов. Посмотрите, вот она делается, окантовка внутренних швов. Как она делается? Первое. У нас с вами косая бейка. Это я вам уже говорила. Второе. Мы пришиваем эту косую бейку с лицевой стороны. А с изнаночной, посмотрите, я ее пришиваю не на машинке, а вручную. Просто обычным потайным швом. Посмотрите, пожалуйста, вот пришито. Почему, вот допустим, когда мы шьем ланчматы, да, а ланчматы как-то все-таки получаются вот жесткие, да? Это хорошо. А здесь мы носим на себе. Это должно быть мягким. Да, и еще один момент. Я вам все-таки обращу ваше внимание. Очень интересно будет смотреться жилеткой, если вы ее сошьете в технике акварели. Я думаю, что технику акварели очень многие у нас знают. Были на бесплатных мастер-классах. И вот еще в Рязани тут будут мастер-классы по акварели. Кстати, приезжайте в Рязани, 25 числа будет мастер-класс по акварели. Ну, тем не менее, вот мы с вами пристегали и сделали окантовку от внутренних швов. Вот эту вот часть изнаночную мы с вами подшили на руках. Что же дальше? Конечно же, если у нас сзади есть выточки, вот в данном случае у нас есть, мы с вами зашиваем, конечно, выточки. Я считаю, что вот здесь надо было закрыть, конечно, кусочком вот такой ткани. Изделие смотрелось бы более профессионально. Ну, честно, ошибка. Я лениво. Забыла это сделать. Ну, я еще сделаю потом вручную, предошью-ка. Итак, делаем выточки и делаем окантовку внутренних швов. Внутренние швы. Это у нас вот эти плечевые. И вот на стыке между полочкой, спинкой и боковыми деталями. Это внутренние швы. Мы их подшиваем. И после этого мы с вами вот так вот грубо, ну, то есть с такими крупными стежками собираем изделие. И смотрим, что получилось. То есть это предварительная заготовка. Если что-то нужно поправить, где-то что-то не так сидит, поправляем. После того, как мы сметали предварительно, мы с вами пришиваем планку. Планка у нас с пуговицами. В принципе, вот ширина вот этой планочки у меня 3 сантиметра в раскрови. Ну, и с окантовкой у меня получилась она чуть-чуть, 3-2 где-то. Посмотрите, здесь я прорезала петли. Даже я их не прорезала. Я просто состыковала из кусочков, видите, окантованных бейкой цветной. В данном случае это была долевая бейка. И у меня получились вот такие прорезные петли. В принципе, петли можно выметать обычным способом, как вот здесь. Посмотрите. Ну, мне кажется, что вот этот способ более элегантен. Мы с вами окантовываем внутреннюю часть планки и пришиваем ее к полочке. И с этой стороны тоже. После этого мы еще раз меряем жилетку. Смотрим. Тут закалываем пуговицы. И после этого, только после этого мы с вами делаем окантовку по внешнему периметру косой бейкой. Начинаем, конечно же, с левого заднего угла. Вот идем, идем, идем. Значит, здесь у нас, посмотрите, вот у меня вырезана на жилетке вот такая вот штучка. Вот деталь такая, да, фигурная. Значит, прохождение прямого угла. Здесь у меня прохождение прямого угла. То есть я нигде не прерываюсь. Я шью, 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 шью. И вот так вот спекуну уже внизу. Вот. После того, как я эту бейку пришила, посмотрите, я с левой стороны тоже пришила ее вручную. Мы точно так же делаем окантовку рукавов. Нет, и не рукавов, конечно, пруем, да, пруем. Единственный момент, на который я хочу обратить ваше внимание, косая бейка тянется. Так вот, чтобы рукава не топорщились, и чтобы вот этот верх не топорщился, мы эту косую беечку подтягиваем, то есть чуть-чуть ее натягиваем, чтобы она чуть-чуть, чуть-чуть вот так стягивала наши срезы, и получается тогда красиво. Ну и финал, хотите делайте, хотите не делайте, нужно сделать хлястик. Хлястики бывают разные, голубые, красные. Вот, может быть, вот такой хлястик через пуговку. Вот прямо у меня, видите, встегивается, встегивается. Можно, в принципе, хлястик просто сшить вот так. В данном случае вот такой вот хлястик у нас получился. В принципе, жилетка готова. Касательно цветового подбора. Конечно, выбирайте те цвета, которые вам идут. Ну, если этот цветотип, допустим, весна, ну вот как я, то пойдут цвета яркие такие, сочные. Вот, допустим, я выбрала красный. Если лето, то цвета припыленные, если вы цвета тип лета. Если осень, то больше такие золотисто-красные. Ну, если зима, то можете выбирать очень яркие цвета. Обратите внимание на следующий момент. Здесь, конечно, доминирующий цвет красный, вот на этой первой жилетке. И компаньон к ней, этот цвет серии. Ну, посмотрите, он не серий, он серо-бурый. То есть, это серый с добавлением немного красного. Если вы вот основной цвет возьмете, ну, даже, например, синий, то здесь у вас должен быть, допустим, синий-голубоватый. То есть, обратите внимание, чтобы цвета у вас сочетались, и чтобы они вам были к лицу. Вот здесь немножко другая версия, посмотрите. В этом красном очень много оранжевого. Видите? И аккомпанирующий вот этому цвет, оранжевому, он вот такой зеленый и такой вот коричневатый. Коричневый – это красный с добавлением серого и черного. Посмотрите. То есть, здесь построено больше на контраст, на гармонии контраста красного и зеленого. И вещь получается более, ну, более агрессивной. А вот эта вещь более спокойная. Вот, честно говорю, вот такой вариант больше подходит, ну, буквально ко всему. Пуговицы. Хотите сделать акценты, показать красивые пуговицы, пришивайте вот такие большие красивые пуговицы. Хотите сделать пуговицы незаметными? То есть, здесь вот, в данном варианте, гораздо большее значение, гораздо большую роль играет планка, нежели пуговицы. И здесь пуговицы сделаны незаметненькими, чтобы они, так сказать, сливались с фоном. Как это сделать? Конечно, выбирать и решать вам. Так, про хлястик я вам рассказала. Точно так же полосочку вот так вот окантовываем. Сейчас покажу вам. Вот, смотрите, полоска 3 сантиметра, да? Мы ее окантовываем и делаем из нее хлястик. Хлястик пришиваем вот таким образом. Сейчас. Ну, просто пришили с внешней стороны и закрыли срез. Краткое итого нашей жилеточной беседы. Шитье жилетки – дело муторное. Ну, дня 3 вы точно потратите на это. Оно потребует времени, сил, качественных материалов. Я еще раз повторюсь, хорошего лоскутного верха, хорошей подкладочки и хорошего наполнителя. Ну, в данном случае, повторюсь, я не являюсь дилером фирмы Фроденберг, но материал реально вот такой хороший. Вот он, видите? То есть он тепленький, он хорошо склеивается. Ну, и в принципе, он достаточно комфортен вам будет в носке. Значит, результат, я полагаю, если вы потратите время и сил, он себя окупит. В этот момент, конечно же, создание жилетки, равно как и других лоскутных вещей, требует определенного уровня мастерства. Не сразу. Я вас уверяю, все получается далеко не сразу. Если вы хотите по ступенькам, плавно, по шагам освоить вообще азы лоскутного шитья базовой и продвинутой техники, добро пожаловать к нам в курс «Ремесло». Пожалуйста, вы можете, ну вот хоть прямо сейчас, хоть с осенней там, когда удобно, начинать этот курс. Он есть у нас, ссылочку я вам дам внизу. Последовательно, от простого к сложному, через 4 модуля начальной школы, в каждом модуле по 7 уроков, через 6 модулей средней школы, ну, как в школе мы учились, вы пройдете все ступени и, в принципе, к завершению курса вы станете, ну, я не скажу, что гениально мастером, но мастером вы станете. То есть вы научитесь шить красиво, легко, правильно, лоскутные вещи. Очень многие сейчас спрашивают, как оплата. Оплату у нас можно делать по модульным, то есть по частям. Не надо совершенно сразу там выкладывать какие-то бешеные суммы. Ну, в принципе, потихонечку-потихонечку на каждый модуль вы тратите от недели до месяца. Ну, это зависит от вашей скорости, от того, как часто вы учитесь. Ну, короче, научиться шить можно. К нам очень много приходит людей в онлайне. Ну, поскольку страна у нас большая, и, конечно, физически доехать до мастера хорошего иногда сложно. Вот у нас была ученица, которая ездила из города Мышкино в город Ярославль, как мастерица учится. Ну, не надо, сейчас все можно по интернету в удобном, комфортном вам режиме. У меня на сегодня все. Шеете лоскутные жилетки. Выкладывайте у нас в группе их в лоскутном клубе. Конечно, будет это все очень интересно. Ну, и я желаю вам хорошей недели, хорошего дня. С вами была Лада Христенко, мастер лоскутных идеалов. Всем пока! Лоскутное жилье Лоскутное жилье